Ротовирусной инфекцией болеют все дети. То есть это болезнь практически более 99% детей в первые 5 лет жизни переносят ротовирусную инфекцию. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что я сомневаюсь, нужна вакцинация или не нужна, у нас нет диагностики, у нас нет правильных обследований, то это просто человек, который ничего в медицине, в эпидемиологии не понимает. То есть нет вопроса, будет ребенок болеть ротовирусом или нет. Обязательно будет. Все. Чаще всего болеют в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. На земле каждый год убирает от ротовируса примерно полмиллиона детей. Но в большинстве случаев болеют все-таки не очень тяжело. Это приличная кишечная инфекция, половина оказывается в больнице. Когда в нашей больнице оказывается ребенок с ротовирусом, то он проходит все круги ада. Все капельницы, антибиотики и так далее, и так далее. Поэтому, если есть возможность материальная примиться, это эффективная вакцина, ее даже колоть не надо, то люди прививаются. То есть вопрос не в том, прививаться или нет, а в том, есть ли на это деньги или нет. Вот и все. Я когда вчера об этом узнал, я до сих пор не могу прийти в себя, понимаете? Господи, это подарок вообще всей стране к первому июня, к Дню защиты детей. Это абсолютно нормально. Вы просто уже забыли в стране, что такое нормально. Нормально именно выделять деньги на детей. Еще раз фиксирую внимание. Инициатива прекрасная. Есть эффективная вакцина, которая помогает и защищает. Второй вопрос в том, что если депутаты приняли это, то депутаты, депутаты, вот хотя бы перед тем, как голосовать или обсуждать это, чтобы не позориться, могли же хотя бы посмотреть программу школы доктора Ковровского про ротовирус, и чтобы понимать, насколько это актуально, показать эту программу людям, чтобы они это понимали. Если еще и будет адекватная информационная компания, то будет вообще замечательно. В общем, молодцы. Меня просто гордость берет за то, что хоть кто-то в стране принимает адекватные решения. Уже мы настолько соскучились по адекватности, что приятно это все слышать.